МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...частных компаний и целых муниципалитетов, сильно пострадавших от эпидемии ковида-19. Правительство США на несколько месяцев в поддержке своих граждан выделило 1,9 триллиона долларов. Это просто колоссальные деньги. Вот для сравнения, правительство Украины обычно просит у МВФ ну 1, ну 5, ну 10 максимум миллиардов, а тут 1900 миллиардов. Причем в Америке сейчас полно людей, которые говорят, что даже этого мало, что надо бы еще добавить. Кто получит эти деньги? Ну, например, небольшие предприятия, которые сильнее всех пострадали от эпидемии. Это имеется в виду рестораны, кафе, бары. Они все получат немного денег на оплату аренды своих помещений. Ну и крупным пострадавшим, скажем, авиакомпаниям тоже помогут. Никто не хочет, чтобы они все сейчас разорились, так как после эпидемии людям надо будет хоть на чем-то летать. Часть денег будет направлена на выплату повышенных пособий по безработице. Как раз для тех людей, кто оказался без работы не по своей вине, а из-за ковида. К таким относятся, например, официанты и все те же стюардессы, для которых сейчас вообще нет работы. Для самых бедных в законе предусмотрены деньги на раздачу просто еды. Ее люди получат в обмен на специальные талоны. Они сейчас уже электронные, правда, на карточке. Некоторые группы американцев получат деньги на выплату аренды жилья и на выплату медицинских услуг. Но главная непосредственная помощь тем, кто в США считается не очень богатым человеком и зарабатывает, внимание, меньше 6 тысяч долларов в месяц. Каждый из этих людей получит по 1400 долларов и за каждого ребенка еще столько же. Скажем, небогатая американская семья из четырех человек получит от государства на руки 5600 долларов. Эти деньги должны помочь людям пережить эпидемию и связанные с нею расходы. Не все, конечно, потратят эти деньги на что-то полезное. Конечно, будут и те, кто пустит их на алкоголь или наркотики. Но это уже личное дело каждого государства обязано было помочь своим гражданам в тяжелой ситуации. И оно все для этого делает. Мне вообще думается, что государство именно для таких штук и потребно. Когда вокруг все хорошо, то лучше бы людям с ним вовсе, с этим государством не пересекаться. Но когда возникают проблемы, когда оно и должно тогда помогать, приходить на помощь тем, кто не может о себе позаботиться самостоятельно. Ожидается, что эти чеки государство направит американцам уже в ближайшие недели. Все-таки закон должен еще получить одобрение Сената и подпись президента. Но с этим проблем быть не должно. У правящих демократов в Сенате большинство, и Джо Байден тоже из их партии. Тут кто-то может, конечно, сказать. Я, конечно, очень рад за американцев и за то, что они получат по чемодану денег. Но мне-то какая от этого радость? Я отвечу. Самая радость непосредственная. Богаче станут не только они, то есть американцы, но и многие из нас. Смотрите, какая тут история. Джо Байден на этой неделе заявил, что в мае в его стране будет достаточно вакцины, чтобы привить от коронавируса уже всех ее взрослых жителей. Это означает, что уже этим летом эпидемия в США точно закончится. При этом американская экономика из-за принятого пакета финансовой помощи до лета точно не сдохнет, кризис там никакой не начнется. Наоборот даже. Выжившие люди выберутся из своих темных пещер на залитые солнцем улицы и аж бегом бросятся тратить деньги в бары, в рестораны, в магазины, на концерты пойдут и на курорты поедут. Просто вернутся к обычной человеческой жизни, по которой сейчас все так скучают. Денег у американцев для этого будет навалом. Для экономики США это будет означать огромный скачок вверх. Бизнес получит гигантский стимул к развитию. Американская экономика как танк попрет в гору. А уверенный рост в США неизбежно приведет и к росту всей мировой экономики. Это вам любой экономист скажет. Это означает повышенный спрос на товары украинского, в том числе экспорта типа металлов и сельхозпродукции. Соответственно, в Украину приедет гораздо больше долларов, чем сейчас во время эпидемии, когда все в мире замерло. Так или иначе, этот рост в Америке почувствуете на себе и вы. Что-то подобное. Например, было в середине 2000-х годов, когда мировая экономика бурно росла. И уровень жизни в Украине тоже постоянно повышался. Тогда это тоже во многом была заслуга хорошо растущей американской, в первую очередь, экономики. Сейчас все указывает на то, что эта история повторится. Если, конечно, не случится чего-то из ряда вон выходящего, типа очередной эпидемии или какой-то страшной мутации уже известного вируса. Если прививки перестанут работать, то описанная мной эпоха возрождения снова, к сожалению, будет отложена. Но я надеюсь, что все будет нормально. И уже этим летом во всем мире жизнь начнет налаживаться и даже становиться лучше прежнего. Вот именно поэтому я и говорю, что новость о принятии американским конгрессом огромного пакета помощи экономике – это главная новость этой недели для всего мира, включая и нас с вами. На этой неделе в американском городе Орландо прошел очень необычный съезд республиканской партии США. Несмотря на то, что официально это мероприятие называлось «Съездом активистов-консерваторов», выглядело оно как фан-клуб обожателей Дональда Трампа, которым вообще никакого дела нет до консервативных собственно ценностей. Начать можно с того, что в холле съезда участников встречала, внимание, золотая статуя самого Трампа, сделанная кем-то из его почитателей. Это само по себе как-то больше напоминает какой-то Туркменистан или Северную Корею, чем Америку. Но это только начало. Обычно американские консерваторы, вообще-то говоря, очень верующие люди. Как правило, они свято соблюдают заповедь насчет «не сотвори себе кумира». Но в этот раз все охотно обнимались и фотографировались с золотым Трампом. Я вот человек не верующий, но Библию читал. И помню, что там не очень-то приветствуется поклонение золотым статуям. Я бы даже сказал, что за это там можно здорово получить параган от Всевышнего. Но делегаты съезда американского про это как будто забыли. Еще один странноватый момент – это форма сцены, на которой выступали делегаты. Как заметили глазастые наблюдатели, эта сцена была оформлена в виде скандинавской руны «Одал», которая передает звук «О» и в нордической традиции символизирует наследие, род, родовое имущество. Кто-то скажет, ну подумаешь, ну и руна, и чего такого. В общем, конечно, ничего, руна ни в чем не виновата, но есть одна небольшая проблемка. Этот самый «Одал» очень любили нацисты в гитлеровской Германии. В числе прочего, она была изображена на эмблеме 7-й горнопехотной дивизии СС «Принц Евгений», 23-й моторизированной дивизии СС «Нидерланд», 41-й танковой дивизии «Вермахта» и на флаге еще хорватских «Фольксдорча». Далее, эта руна хорошо заметна на эмблеме главного управления СС по вопросам расы и поселения. Это были очень злобные совершенно адские нацисты. Ну и на эмблеме Анненерби она, она же, то есть, если кто не в курсе, Анненерби – это особое подразделение СС, которое занималось разного рода мистикой, метафизикой, колдовством, шаманством, ритуалами, раскопками и собирательством древностей. Именно против этой организации в кино, например, боролся археолог Индиана Джонс. А тут на тебе, огромный символ этого самого Анненерби появился прямо на слете республиканской партии США. В общем, получилось довольно неудобно. Всех, особенно гостей еврейского происхождения, конечно, заинтересовало, какого лешего американские консерваторы выступают стоя на эсэсовском символе, типа свастике. Организаторы на это ответили, что никаких руных они вообще не думали, а форма сцены такой получилась совершенно случайно. Просто совпадение. Ну, допустим, может быть и правда совпадение, хотя, на мой взгляд, оно странноватым каким-то вышло. Но и это еще не все. В нормальные времена американских консерваторов занимали вопросы вроде бюджетного дефицита, растущего государственного долга, низких налогов и поддержки демократии за границей. Но на этом съезде им все эти темы были совершенно до лампочки. И это несмотря на то, что демократы, как я говорил ранее, собираются одолжить и влить в экономику почти 2 триллиона долларов. Сторонников Трампа по-настоящему на этом съезде волновали только 3 темы. Первая – это очищение партии от тех, кто ее не поддерживает. Кто не поддерживает бывшего президента, точнее, то есть Дональда Трампа. Они там на самом деле хотят сделать из старейшей партии Америки самую настоящую секту, где все обязаны любить своего золотого лидера. Вторая тема – это выдвижение Трампа в президенты в 2024 году. Все выступавшие требовали просто от Трампа снова пойти в президенты и проучить демократов. Он сказал, что обязательно подумает и, скорее всего, пойдет на эти выборы. Но если эти две темы еще можно назвать политическими, то третья – это просто огонь. Они там, консерваторы-республиканцы, очень много говорили о мистере картошки. Это не белорусский посол в США, а очень популярная детская игрушка в Америке. Пластиковая такая картошка с ручками, с ножками, с глазками, усами, ртом и очками. Типа колобка, только такая, знаете, слегка урбанизированная. Так вот, настоящую бурю возмущения у участников съезда вызвало намерение компания Hasbro выпустить гендерно-нейтральную игрушку в дополнение к уже существующим мистеру и миссис картошке. По мнению консерваторов, в случае выпуска такой игрушки моральные устои Америки рухнут, цивилизация падет и США захватят гендерно-нейтральные либералы, которые установят в ней коммунизм и гей-ропу. Этой теме не смогли составить конкуренцию ни рост госдолга, ни на целых 2 триллиона, ни общемировая пандемия, которая унесла в жизни полумиллиона американцев, ни даже недавнее сокрушительное поражение республиканцев на выборах. Кто-то даже посчитал, что мистера картошку выступающие на съезде упомянули в своих речах 36 раз. Это даже чаще, чем президента Байдена, который вроде как является их главным врагом. Я посмотрел несколько репортажей с этого съезда, почитал, что там вообще о нем пишут американские газеты и поговорил с одним товарищем, который там был непосредственно. Если говорить коротко, то такое впечатление, что республиканская партия Соединенных Штатов Америки переживает очень тяжелый идейный кризис. Ну судите сами, вроде бы серьезные люди в разгар общей мировой эпидемии фотографируются с золотым Трампом и стоя на нацистской руне часами обсуждают гендерно-нейтрального мистера картошку. Мне кажется, что что-то тут совсем не то, хотя кто его знает. Я уверен, что съезд американских консерваторов должен был очень обрадовать Владимира Путина. Ну, во-первых, ему должно быть приятно посмотреть, как прямо на глазах у всего мира гниет и погибает республиканская партия, которая под руководством Рональда Рейгана победила в свое время Советский Союз в Холодной войне. Российский президент всегда хотел отомстить Западу за то поражение. Превращение республиканской партии Рейгана в секту имени Трампа это признак тяжелой болезни значительной части американского общества. Во-вторых же, анонсированное возвращение Трампа в Белый дом в 2024 году способно спасти Владимира Путина от просто огромных неприятностей, которые на этой неделе надвигались на него волна за волной. Вслед за Европейским Союзом. На этой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против семи российских граждан, а также ряда организаций, обвиненных в попытке убить Алексея Навального с помощью химического оружия, а также в его, Навального, незаконном преследовании. И хотя санкции были введены против ГРУ и ФСБ, а также руководителей всех важнейших силовых структур России и заместителей главы администрации президента России, почти все обозреватели сошлись на том, что Кремлю нечего особо бояться, что эта мера была чисто символическая. Однако очень скоро стало ясно, что это не совсем так, а точнее совсем не так. Эти санкции – лишь легкая увертюра перед основной санкционной симфонией, которая будет очень долгой и очень сложной. Вот давайте послушаем Джен Псаки, пресс-секретаря Белого дома. Выкоростание будь-якой химичной зброи, порушая международное законодавство и нормы цивилизованной поведенки. Наши дии – это ответ на такие действия. Мы współпроизводим с Конгрессом для того, чтобы провести договор о защите химизброи. И именно в межах этой работы мы наклали санкции на высоких российских чиновников. Тут надо объяснить, что имеется в виду. В далеком уже 1991 году в США был принят закон о запрещении химического и бактериологического оружия. Согласно положениям этого закона, США, узнав о применении такого оружия, сначала предупреждают страну-нарушительницу совсем небольшими санкциями. Как бы привлекают ее внимание к этой проблеме. Если она немедленно не исправится, точнее, если она исправится и выплатит компенсации пострадавшим, а также проведет расследование и уничтожит свое химическое оружие, тогда санкции снимаются. Если же нет, то американский закон предписывает ввести намного более жесткие санкции. Условно говоря, сначала американцы стреляют в воздух и только потом уже стреляют на поражение. Как вы понимаете, выстрел в воздух по определению намного менее болезненный, чем выстрел, скажем, в голову. Послушайте, что по этому поводу сказал Владимир Ашурков, самый умный, на мой взгляд, соратник Алексея Навального. Это запускает в соответствии с американским законом о химическом оружии довольно сложную процедуру, которая приведет к тому, что против России с большой вероятностью будут вводиться все больше и больше санкций, в частности, связанных с ограничениями на покупку американскими банками государственного долга, экспортом и так далее. И мне кажется, что вот этот процесс, который многие недооценивают, он более важен, чем тот список из семи людей, которые действительно не имеют активов за пределами России и не очень-то ездят на Запад. На мой взгляд, Ашурков совершенно прав. Тот факт, что американцы ввели санкции в рамках закона о химоружии, действительно многие недооценивают. Даже первая порция этих санкций содержит в себе довольно болезненный запрет на экспорт в Россию продукции, американской продукции военного и двойного назначения. Речь идет об электронике, о сложных сплавах, пластиках и приборах, которые обычно используются в авиастроении, в космической отрасли и в производстве радаров, например. Без них остановится или очень затормозится российская программа создания новых пассажирских и военных самолетов, а также не получится обновить россиянам свою спутниковую группировку на орбите. Это само по себе довольно серьезно. Американцы прямо об этом говорят и недвусмысленно дают понять, что если их требования не будут выполнены, то ситуация для Кремля станет намного хуже. Владимир Путин, естественно, ни за что не пойдет на освобождение своего личного врага, которого он ненавидит и боится сильнее всех на свете. Более того, это стало уже прямо персональным вопросом для него после расследования Навального про гигантский дворец Владимира Путина и двух его любовниц. В американском законе стране-нарушительница отводится 90 дней на устранение своей вины, на проведение расследований и наказание тех, кто отдал приказ использовать химическое оружие. Россия уже дала понять, что ни в коем случае не собирается делать что-либо из этого списка. Вот, например, что по этому поводу сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым по поводу и без повода, вернее, практически всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы. Когда параллельно, вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, ну, по-моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения. А ответить обязательно ответим. По сути дела, Лавров сказал, что его правительство санкций не боится и даже собирается вводить ответное. Его желание выпендриться, конечно, понятно, но в реальности они там, в России, делают себе только хуже. Санкции Надо сказать, что для Украины нежелание Кремля признать свою вину и отпустить Навального очень даже выгодно. Это означает, что в течение трех месяцев Запад вкрутит Путину такие санкции, что у него начнутся действительно серьезные проблемы, которые не позволят ему лезть в другие, в том числе в соседние страны. О чем тут может вообще идти речь? О каких именно санкциях? В американском законе это прописано довольно подробно. Там шесть пунктов. США будут препятствовать предоставлению стране-нарушителей кредитов международных организаций МВФ и Всемирного банка. Это первое. Второе. Будут введены ограничения на импорт в США из этой страны, в том числе на поставки нефти. Будет запрещено, третье. Будет запрещено любое кредитование страны, в том числе покупка долговых бумаг частными банками и фондами США. Четвертое. Будут запрещены полеты гражданской авиации из страны этой в США. Пятое. Дальнейшее ограничение экспорта в эту страну вплоть до полного запрета поставок любых товаров, кроме продовольствия. И шестое. США снизят уровень дипломатических отношений с этой страной или вовсе разорвут эти отношения. Ну и давайте быстренько пройдемся по этим пунктам. Первое. Кредиты МВФ. Если их запретят, то для России это большой проблемой не станет, так как у нее довольно большие золотовалютные запасы и маленький государственный долг. Поэтому первый пункт действительно никакой опасности для Кремля не представляет. Второе. Ограничение на импорт в США из России, в том числе нефти. В том числе запрет на продажу российской нефти в Америку. Он как бы звучит серьезнее, но в реальности Россия в Америку свою нефть почти не вывозит. Все идет в Европу или в Китай. А ничего другого Россия продавать в общем и не может. Поэтому эта мера тоже не слишком страшна. Третье. Запрет на любое кредитование страны. Это более серьезная мера. Российское правительство для финансирования текущих нужд постоянно занимает на мировых рынках так называемые короткие деньги. Например, это сейчас делается для финансирования дефицита бюджета, возникшего в России из-за эпидемии ковида. Без возможности быстро и безопасно брать в долг пошатнется стабильность российской финансовой системы. Она не рухнет, но начнет серьезно качаться. И оттуда побегут иностранные инвесторы. Четвертое. Возможный запрет на полеты аэрофлота в США приведет к огромным финансовым потерям для этой авиакомпании. Огромная доля ее прибыли идет от транзитных полетов из Южной Азии. То есть, например, Индии, Пакистана, Бангаладаш в Соединенные Штаты и в Канаду. Огромные толпы людей оттуда летят в Москву, а уже из Москвы в Америку. Так им дешевле и быстрее всего. Без рейсов в США аэрофлот останется без этой золотой жилы. Не знаю насчет банкротства, но проблемы у этой авиакомпании точно будут серьезными. Пятое. Американцы могут запретить экспорт в Россию чего угодно, кроме еды и запчастей для гражданских самолетов. Это было бы страшным ударом для российской промышленности, которая не может существовать без западных технологий и материалов. Ну, например, без них невозможно добывать нефть и газ в условиях Крайнего Севера. То есть почти на всех российских месторождениях. Как вы понимаете, без нефти и газа российская экономика существовать долго не может. То же самое будет и с другими отраслями промышленностями. Это было бы просто жутким экономическим кризисом для России. Шестое. Снижение уровня дипломатических отношений имело бы очень важное символическое значение. Американцы официально переведут Россию в разряд стран-изгоев, с которыми даже говорить не о чем. Это просто обидно и очень неприятно. Согласно закону о химоружии, через 90 дней Байден будет обязан выбрать из этого списка как минимум три опции. Если захочет и посчитает нужным, то может хоть все шесть одновременно ввести. Вот тут и будет повод для Путина поскучать по Дональду Трампу. Дело в том, что после отравления Скрипалей химическим оружием в 2018 году в Великобритании, тогдашний американский президент был вынужден применить против России вот эти вот санкции. Трамп, правда, ждал от Кремля покаяния не три месяца, как полагается по закону, а целый год. И только в 2019 году ввел все-таки очень облегченный вариант первых трех пунктов, сопроводив его целым ворохом исключений и оговорок. По сути, он тогда защитил Путина от потенциально разрушительных санкций против российской экономики. Кстати, потом, в декабре того же 2019 года, американский президент потребовал отозвать из Сената США санкционный законопроект под названием ДОСКА. Это так называемые санкции из ада. Если бы их ввели тогда, то сейчас у России точно был бы уже новый президент. Я тут, кстати, в скобках замечу, что только ради защиты от американских санкций Кремлю, конечно, стоило помогать Трампу стать президентом в 2016 году. И, конечно же, Путин сейчас очень скучает по своему верному другу Дональду. У Кремля нет никакой гарантии, что новый президент США будет к нему столь же лоялен и снисходительным. Скорее, наоборот, есть вполне очевидные гарантии, что Джо Байден введет очень жесткие санкции против российского президента и его окружения. Энтони Блинкен, новый госсекретарь США и правая рука Байдена, высказался на этот счет очень дипломатично, но предельно ясно. По сути, он сказал, что США настроены абсолютно серьезно и в игры играть не собираются. На этот раз нарушители закона о запрете химического оружия получат полбу по полной программе. И вот тут стоит упомянуть, что американская администрация уже заявила о намерении не просто выполнить, а перевыполнить этот закон. По-моему, они собрались сделать это именно то, чего от них уже давно добивался Алексей Навальный и его соратники. Ударить по самому больному месту Владимира Путина и всего его режима. На этой неделе издание Bloomberg выпустило очень любопытный материал о будущем западных санкций. В числе прочих в нем сказано, что американские официальные лица сейчас активно готовятся расширить санкционный список закона Магнитского, группы российских бизнесменов и олигархов. С высокой вероятностью расширять этот список будут людьми из еще одного, так называемого Кремлевского, о котором стало известно еще в 2018 году. Туда входит почти вся российская финансовая, деловая и административная элита. Вот что писал об этом списке газеты «Ведомости». В списке оказались все руководители администрации президента, его помощники и советники, премьер-министр Дмитрий Медведев и весь кабинет министров. В кремлевский доклад вошли, бизнесмены, чье состояние, судя по достоверным публичным источникам, оценивается в 1 миллиард долларов и более, отметил Минфинша, в частности, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Вагит Олег Перов, Леонид Михельсон, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев. В списке также оказались Олег Дерипаско и Юрий Мильнер. Таким образом, в список Минфина США попали первые 96 бизнесменов из российской части списка миллиардеров «Форбс», опубликованной в 2017 году. По данным ведомостей, так называемый кремлевский список Министерства финансов США создавался как раз для усиленного наблюдения за входящими в него людьми и их финансами. Условно говоря, это был как бы список кандидатов на настоящие санкции в будущем. Судя по всему, американцы и британцы считают, что вот именно сейчас такой момент и настал. Соответственно, они готовятся переместить ряд людей из кандидатского перечня уже в санкционные. Проще говоря, сейчас есть ненулевая вероятность, что американцы введут жесточайшие санкции против именно тех людей, кто считается российской деловой элитой и хранителями так называемого путинского общака. То есть сотен миллиардов долларов, которые были украдены в России и вывезены на Запад за 20 лет правления нынешнего президента России. Если уж совсем просто, то Запад, похоже, собирается отобрать вообще все деньги у ближайших друзей Владимира Путина. Последствия такого шага могут быть для российского режима просто убийственными. Российский политолог Леонид Гозман сделал очень правильное замечание по этому поводу. Если бы был удар по тем людям, которые сейчас не под санкциями, которые предполагают потом все-таки уехать как-то на Запад и пользоваться своим имуществом, счетами и прочим на Западе, а им скажут нет, нельзя. Вот это может действительно расколоть элиту, и люди наверху могут оказаться сильно недовольными политикой президента. Я всегда говорил, что в России народной революции, скорее всего, не будет. Кремль очень хорошо к ней готов и запросто ее подавит. Но дворцовый переворот – это совсем другое дело. В России таким образом, с помощью дворцового переворота, власть менялась очень часто. Только в 20 веке такая неприятность случилась сначала с Николаем II, потом с Хрущевым, с Горбачевым. Хотя и Ленина со Сталиным, наверное, тоже в этот список с некоторыми допущениями можно добавить. А первое, что нужно для дворцового переворота – это, конечно, раскол элиты и очень большое недовольство части придворных политикой своего монарха. Американцы сейчас именно этим, в общем, и заняты. Они раскалывают и дробят российскую элиту. Ей предлагают либо нормальное будущее вместе с Западом, либо северокорейскую нищету и бесправие под высоким каблуком Владимира Путина. Конечно, эта стратегия сработает только в том случае, если Запад будет сохранять единство своих рядов в противоречиях и в противостоянии с Кремлем. И пока это получается. Вот, послушайте еще раз Гозмана. Ваши санкции есть, что они реальные, что они согласованы, очевидно, согласованы между Евросоюзом и США. То есть это единый фронт. Ну, Владимир Владимирович добился формирования единого фронта против своей страны. Молодец. Действительно, молодец. Буквально все делает для того, чтобы сплотить Европу, США и Великобританию. Даже самый какой-нибудь ужасный иностранный агент не справился бы с этой задачей лучше, чем сам Путин. Более того, президенту России удалось вообще невозможно. Он подружил против себя американских республиканцев и демократов. Сенаторы-республиканцы на этой неделе написали Джо Байдену большое письмо, в котором потребовали от него еще активнее душить российскую экономику и полностью уничтожить Северный поток-2. Я думаю, Байден в этом смысле возражать не будет. Противостояние с Россией – это едва ли не единственная тема, в руку которой он сейчас может сплотить и объединить глубоко разорванное американское общество и американскую политическую элиту. Кстати, насчет Северного потока. На этой неделе пришли две важные новости. Во-первых, от участия в этом проекте отказались аж 18 иностранных компаний, которые ранее собирались вложить туда миллиарды долларов. Во-вторых, завершение строительства этого трубопровода снова отложено. На сей раз с апреля на сентябрь 2021 года. Глядя на все последние события, я уже думаю, что при Путине этот газопровод точно не достроят. Ну и последнее, что нужно сказать по этой теме. На этой неделе ФБР объявила в розыск Евгения Пригожина. Это бывший уголовный преступник и сейчас очень близкий российскому президенту человек. Его часто называют поваром Путина. Пригожина принято считать хозяином частной военной компании «Вагнер» и российской фабрики интернет-троллей. Эти теневые, в общем, структуры выполняют по всему миру всякие темные поручения Путина, на которые он не хочет отправлять государственные силы и средства. Я думаю, Пригожина фигурально можно назвать неправой, а вот именно левой рукой российского президента. Американцы прекрасно знают об огромной его важности для Кремля. И тем не менее, дали понять, что считают его преступником, которого нужно поймать. И объявили его в розыск. Фактически, это сигнал не только Пригожину, но и всей российской элите. Американцы как бы говорят, если будете себя плохо вести, то и вы окажетесь в международном розыске по запросу ФБР. Кроме того, я думаю, эту историю можно считать и посланием самому Владимиру Путину. Но вот полностью понять его смысл могут лишь американцы и он сам. Мы же о нем можем сейчас только догадываться. На этом у меня сегодня все. Да пребудет с вами сила и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин